Обзоры электросамоката Bazon ZX6 Этот самокат мы купили, вернее муж купил, который решил, что ему нужен самокат Уже после того, как он в первую очередь приобрел в себе более мощную версию этой линейки Bazon ZX7 Но тот ему не понравился, потому что он, во-первых, очень резко дергал с места А во-вторых, у него не было заднего амортизатора И в результате, откатавшись полдня, он пошел, вернул его и взял вот этот вот предыдущий Шестой Шестой вполне устраивает, то есть у него плавный довольно ход, три скорости Скорость развивает до 50 км в час под весом ребенка и до 45 км в час под весом взрослого То есть это имеется в виду вес моего мужа 85 кг Батарейка держит пока нормально, но естественно она пока новая Мощность у него 500 ватт, у семерки было 700 ватт, но и этого вполне хватает Двигатель 48 вольт, батарейка до 15 ампер часов И один продавец нам сказал, что батарейка, когда износится, будет стоить столько же, сколько электросамокат А другой сказал, что она будет стоить 130 евро Пока мы не знаем, кому верить Поскольку один из продавцов сказал, что за зиму очень многие пока на него забивают То есть все это разряжается и потом батарейку приходится менять Посоветовал не оставлять без присмотра, не забывать о нем на зиму То мы проверим, посмотрим, может быть муж не забудет Тормоза дисковые Муж говорит, что могли бы быть и электрические Тогда было бы проще регенерировать Но и такие пока его устраивают Стоил он в 530 евро В своей ценовой категории довольно неплох Семерка была за 560 евро И пока выбирал, смотрел, что точно такие же самокаты есть и у другого производителя Maxwell Но они почему-то на 200 евро дороже Мы не знаем, может быть они лучше, может быть они качественнее Пока не пробовали Платформа тоже вполне держит взрослого человека У Семерки платформа шире и длиннее Ну и этот тоже совсем неплох В общем, пока Пока муж этот бозон ZX6 рекомендует Что будет дальше, мы не знаем Посмотрим через полгодика Субтитры сделал DimaTorzok